Истина открывается, когда смотришь на совершенные вещи. Смотри как просто. Заходи на ватшоп, авторизуйся, закинь немного деньжат, крутани рулеточку и получи свой танк. Заходи скорее! Скидка 30% действует ровно день. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Танков на седьмом уровне, на которых мне удалось наносить больше всего урона. Сразу хочу отметить, что рейтинг составлен лично по моим предпочтениям. То есть это означает, что если я нанес на этих танках много урона, то еще не значит, что вам они понравятся и вы сможете хорошо на них играть. Хотя основная часть танков, я считаю, вполне, в общем-то, пригодны для нанесения огромного количества урона. И лично для меня они лучшие. Итак, приступим. Пятое место у нас занимает такой непопулярный танк, как Т-34-1. И многие удивятся, что он вообще тут делает. Потому что танк действительно очень своеобразный, очень прихотливый. И вообще не является там какой-то популярный имбой, который все всегда советуют на каждом шагу. Но, тем не менее, Т-34-1 мне очень понравился на седьмом уровне. Например, на восьмом уровне Т-34-2 уже совершенно другой танк, не такой фановый. А вот Т-34-1 просто великолепный танк для седьмого уровня. Это очень маленькая СТ-шка, компактная. И у нее есть хорошая особенность. У нее крепкая башня. И в некоторых ситуациях там можно как-то спрятать этот танк и танкануть башень. Что вполне бывает полезно. Хотя, основная задача этого танка, это, конечно, зайти в тыл к противникам и расстреливать их издалека. У танка хорошая, соответственно, маскировка из-за маленького размера. И поэтому он может занимать разные удобные полезные позиции. Есть неплохое орудие с большой альфой для седьмого уровня, для СТ. И неплохое приемлемое пробитие. Так что, если хотите что-то необычное на седьмом уровне, то стоит попробовать китайца. Хотя, конечно, я не гарантирую того, что он вам понравится и вы сможете много на нем дамажить. Для того, чтобы хорошо на нем дамажить, нужно все-таки уметь играть на СТ. 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 Четвертое место занимает не совсем стандартная ПТ-САУ. Ягдпантера. И не все игроки понимают, как нужно применять этот агрегат, потому что игра на Ягдпантере – это не только стояние в кустах и стрельба издалека. Хотя это ПТ-САУ и это делает неплохо, но, конечно, не лучшим образом. Из-за своей довольно-таки посредственной маскировки все-таки размер у Ягдпантеры большой. Но все же может выполнять эту функцию. Но многие игроки только это и делают, поэтому весь потенциал этой ПТ-САУ не раскрывает и просто проходит мимо нее дальше. А у Ягдпантеры, между прочим, есть отличные качества. Например, она может еще и танковать рубкой. Про это не все знают, но эта ПТ-шка порой в топе способна на это. Конечно, она это выполняет только в том случае, если у врагов не особо мощные орудия. Но она может, в общем-то, в некоторых ситуациях быть в первых рядах и вполне эффективно танковать. По крайней мере, у меня это получалось сделать. Естественно, в целом, конструкция этой ПТ-САУ весьма хлипкая и НЛД пробивается без проблем. Как и рубка, если у противника мощные орудия. У Ягдпантеры весьма хорошая скорость. Опять же, скорость у нас в игре не все умеют применять. И если игрок знает, как грамотно использовать скорость, то с такой мощной пушкой на седьмом уровне можно, в общем-то, наносить огромное количество урона. Возможно, не все смогут реализовать все плюсы Ягдпантеры. Ну, я, в принципе, и не рассчитываю в этом рейтинге показать именно те машины, на которых любой вообще сможет там нагибать. Я уже исхожу именно из своих результатов. Раз я смог, то многие другие тоже смогут. И 2000 среднего урона на Ягдпантере, в общем-то, тому доказательство. Ну и, в общем, машина великолепная. Раздумывать, я думаю, особо не стоит прокачать, посмотреть и убедиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, друзья, эта часть вышла только благодаря вам. Вы поставили в прошлом выпуске 4000 лайков, за что вам огромное спасибо. Ну и если эта часть вам тоже понравится, то я выпущу уже топ-5 танков, которые могут нанести больше всего урона уже на шестом уровне. Это если наберется 3000 лайков, если вам эта тема нравится. Ну и на третьем месте у нас находится еще одна ПТ-САУ Т-25АТ. Я знаю, что многие будут спорить, что эта ПТ-САУ не нагибает, что она отстойная. Но, понимаете, я исхожу из того, сколько я урона наносил. И у меня на этой ПТ-САУ вначале был средний урон 2400. Вы не поверите, но это именно так. Да, потом он там подсел до 2000, но, тем не менее, это тоже много для седьмого уровня, я считаю. При этом дамаг набивается на Т-25АТ очень даже неплохо. За счет, опять же, мощного орудия, хорошего пробития, неплохой точности, стабилизации. И, в общем, пушка годная. Но, кроме того, у этой ПТ-САУ отличнейшая скорость. Она быстро поворачивается почти, что как и СТ-шка. У нее хороший УВН и неплохая маскировка в сравнении с той же Як-Пантерой. Так что агрегат весьма годный, но применить его, опять же, в бою хорошо могут не все. Потому что, опять же, уязвимая броня, мало ХП, не совсем стандартная машина. То есть, только в кустах не посидишь. Да, кустовая игра тоже эффективна порой, но скорость позволяет реализовать все плюсы. Если ее не использовать, то, конечно, коэффициент эффективности этой ПТ-САУ очень сильно падает. Так что Т-25АТ не для всех машина, но очень даже интересная ПТ-ТХ. И, я думаю, наносить на ней много урона вполне можно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Второе место заслуженно достается китайскому танку ИС-2. Но, конечно, не хейтите сразу видео, не ставьте там дизлайк, то скажете, а где советские танки, что это за фигня? Потому что я считаю, что ИС, обычный, советский, он тоже вполне неплох. И можно вместо ИС-2 взять советского ИСа и тоже хорошо гнуть. Разница между ними небольшая, но есть такое отличие значительное. У ИС-2 есть кумулятивный снаряд с пробитием 250. У него есть как минус, например, он в борт не очень хорошо пробивает, там в экраны этими кумулями, но при этом у него есть хорошее пробитие кумуля. У ИС-2 у него подкалиберы, там пробитие поменьше, поэтому танк чувствует себя хуже против девяток и некоторых восьмерок. Но зато он отлично пробивает всех в борт. Выбирать, конечно, вам, но мне ИС-2 больше чуть-чуть понравился, хотя оба танка хороши. И, наверное, не стоит вам объяснять преимущества советского танка. Это огромная альфа, конечно же, вертуха. По ТТХ точность ужасная, но снаряд, как по мне, дойдет вполне точно. Иногда даже без сведения, как ни странно. И, кроме того, имеется неплохая динамика, как для тяжелого танка. Это рикошетная броня, хотя не особо крепкая. И, в принципе, на этом основные плюсы заканчиваются этого танка, но этого вполне, уж поверьте, достаточно для того, чтобы нагибать все на своем уровне. И даже против восьмерок и девяток чувствует себя вполне неплохо. Ссылка в описании. Этот танк является лучшим на седьмом уровне уже очень много лет. И на то есть действительно много причин. Во-первых, крепкая башня. И есть один очень большой плюс того, что этот танк после переделки в HD не стали нерфить, как обычно это бывает. Ну, то есть взяли, перевели танк, и вдруг куда-то улетучилась у него броня. Тут же совершенно такого не произошло. Т29 как гнул, так и гнет до сих пор. И это очень хорошо. Я лично обожаю этот танк. В свое время, правда, его продал, но только по одной простой причине, потому что мне надоело очень такой вот этот вот простой геймплей, где ты занял какую-то позицию, танкуешь в башне, и аннигидируешь все живое. На седьмом уровне, к тому же, уровень игроков весьма низок. Ну, вы сами знаете, до седьмого уровня многие начинающие доходят. И в итоге в топе ты можешь наносить такой урон, просто заняв грамотную позицию где-нибудь за холмиком, танкуя башней и разбирая врагов за счет своего хорошего, мощного орудия. Т29 действительно замечательное орудие для седьмого уровня. Главный плюс, это, конечно, хорошее пробитие, неплохая относительно точность и приемлемая альфа. Небольшая, конечно, как у ИС, но, тем не менее, тоже вполне значительная для любого противника. Т29 себя чувствует хорошо не только в топе, но еще и против девяток и восьмерок, так как у него, ну, как я уже сказал, хорошее пробитие, и там все равно башню вполне неплохо держит удар. Конечно, там, ну, нагреть нельзя, нужно поаккуратнее играть, но все равно танк себя там может хорошо проявить. Самым красноречивым доказательством того, что этот танк сейчас нагибает, является то, что на вот реплессе почти вся первая страница, это бои на Т29. 7 тысяч урона и больше на этом танке не редкость. А так что качайте, проверяйте и потом, еще, возможно, спасибо мне скажете. Хотя, наверное, все, кто уже хотел, давным-давно Т29 опробовали и знают, насколько же это импакт. На этом все, друзья, спасибо за просмотр, буду рад вашим лайкам и комментариям. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, если вы еще этого не сделали. Если сделали, то молодцы. Желаю вам удачи, до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok